Зачем вы идете на выборы в Координационный Совет? Зачем? Давайте абстрагируясь от вот этих таких каких-то пафосно-популистских категорий, вот этого сложного политического, дипломатического языка, одна из инициатив, которую я пытался, выражаясь простым языком, протолкнуть, это создание белорусского подразделения в рядах сухопутных войск Польши. Это некая калька на то, что было в полку Калиновского. И через представителей солидарности, той солидарности еще в 80-х годов, меня познакомили с отставником, с польским полковником, с которым мы поговорили на эту тему. Он полковник из сухопутных войск, он в отставке, но человек вроде как немножко в теме. Знаете, первый вопрос, который он мне задал, он не про законодательство, он первый вопрос, который мне задал, говорит, Максим, мне про вас рассказали, я посмотрел там где-то в интернете, говорит, а вы вообще кто? Ну вот в оппозиции, вы кто? Потому что мы знаем, там есть кабинет Тихановский, мы знаем, вы вообще кто? И ты стоишь в этот момент и просто понимаешь, что на самом деле ты просто ноунейм. И если ты там где-то еще в медийном пространстве белорусском, какой-то вес, ну субъективно мне это очень сложно оценить, он у тебя есть, то здесь ты никто. И поэтому без легализации какой-то вот этой оппозиционной, без даже корочки, ну невозможно, мне кажется, вообще никакую инициативу провести. И он просто на конкретном примере объяснил, где это сразу застопорилось. Он сказал, что да, теоретически это возможно и на законодательном уровне, особенно сейчас на уровне того, что в Польше происходит, вот эта конфронтация, тут и списом эти вопросы, видите, что происходит. Это теоретически возможно, для этого есть ряд условий, и геополитическая должна там ситуация немножко измениться, и Путин активизироваться должен еще, ну цитирую дословно, желательно бы, прости господи, чтобы еще тут как-то это польскую сторону затронуло. Поэтому теоретически это возможно, но, говорит, катализатором вот этих каких-то изменений и субъектом, который проводит эти изменения, это должны быть представители белорусской оппозиции, легальной белорусской оппозиции. А мы находимся в Польше, европейская юрисдикция, они тут очень любят там вот эти выборы, когда ты выборное лицо, когда ты куда-то прошел. И поэтому на этом конкретном примере, ну будучи блогером там и человеком, который ну что-то пытается сделать, ты не сделаешь ничего. Это вот конкретный вам пример. Ну и, в общем, это все объясняет для меня, например, все понятно, да. Понятно, что это не универсальный способ решения проблем белорусской оппозиции, тем не менее, как минимум вот здесь можно какую-то корочку получить и, соответственно, уже потрясывая, потряхивая и потрясывая, разговаривать с теми, кто спрашивает, кто ты такой. Да, хорошо. В чем ваша политическая программа? То есть мы услышали один из тезисов, да. А с чем вы идете конкретно на выборы? То есть, да, вот создание... Это главная ваша цель? Создание вот такого подразделения в польской армии? Ну, силовой сегмент это один из составляющих. Давайте так, вы же прекрасно... Мы все взрослые люди, мы все прекрасно понимаем. И у нас, в нашей команде, мы объективно понимаем свои возможности, свои ресурсы и финансовые возможности. Поэтому в программе, да, мы там где-то коротко заявили, что мы хотим быть проводником и участником создания вот того самого национально-освободительного движения, единого фронта. Но мы же понимаем, что туда идут гораздо более крупные игроки, и команда «Латушка» очень мощная, и, возможно, там и Прокопьев удивит. Поэтому если вы хотите, чтобы сейчас, ну, мы набрасывали вот эти громкие лозунги, этого не будет. Мы объективно на сегодняшний день, во-первых, мы не понимаем внутренней раскладки, кто туда идет реально что-то делать, кто идет там просто какие-то преференции получать, политические там дивиденды за финансовыми какими-то, может, вопросами. Мы этого реально не понимаем. Для того, чтобы выстроить стратегию, ну, ты должен понимать, что у тебя есть как минимум. Цель и задачи, исходя из того, что мы там увидим, мы, естественно, это скорректируем. Я, исходя из прошлого координационного совета, например, цель, ну, коммуникационная, я не знаю, что прошлый координационный совет делал вообще, что они просто сделали за этот отрезок времени, и я не знаю, к кому обратиться с этим вопросом, где вот этот такой, ну, знаете, представительский фронтмен координационного совета, к которому можно прийти и сказать, Иван Иванович, слушайте, вот вы год, а что вы сделали за год? Таких людей нет. Поэтому это, ну, одна из, наверное, функций, которую мы бы хотели, мы бы людям хотели просто рассказать, о чем мы там делаем. Вот мы приходим, 9 утра, да, мы садимся за работу, и что ты с 9 до 12, что ты там делаешь? Одна из функций. В любом случае мы поддержим любую инициативу, которая будет направлена на единую нашу общую цель, на свержение Лукашенко. Здесь нету, ни у кого здесь нет, мы этот вопрос принципиально обсуждали в команде, здесь нет ни у кого там никаких миссианских вот этих амбиций становиться флагманом. Если завтра Прокопьев там или кто-то другой предложит реально классный концепт, мы на 100%, мы это оговорили изначально, мы на 100%, мы все свои амбиции и желания, мы их сворачиваем, и мы присоединяемся, это в любом случае. Помимо этого, силовой сегмент, мы будем однозначно работать в направлении силовой составляющей, нужно работать с тем, что сейчас есть, потому что силовая составляющая, я не очень понимаю риторику там нынешних политиков о том, что мы должны оказывать давление на Лукашенко, я не понимаю, за счет чего будет оказываться это давление, вот эти истории там про санкции, хотя мы все взрослые люди, мы же понимаем, что эти два ключевых пакета санкций были приняты, это не история про Колесникову, первый пакет – это история нарушения европейской воздушной безопасности, ситуация с самолетом Райн-Эйр, вторая история – это история про операцию «Шлюз», миграционный кризис, который инспирирован там Лукашенко и, возможно, и Кремлем, то есть это не санкции ради белорусов, ради их свободы, это санкции, когда интерес Европы, ну, затрагивается интерес Европы, и сегодня вот очень многие представители белорусских демократических сил дают вот эти отсылки, проекции на, там, на польский круглый стол, на ситуацию с Ерозельским, как это произошло, но я не очень понимаю круглый стол, что можно Лукашенко сегодня противопоставить. Пускай это же, да ладно, теоретически, ладно, соберется там этот круглый стол, ладно, там, я не понимаю, ну, вечерка, что он будет, бросать Лукашенко своими часами, ну, простите уж за толику юмора, нету ничего, нету никаких аргументов, и консолидировать сегодня усилия здесь, Дмитры живут своей жизнью, политики живут, Координационный совет живет своей жизнью, Кабинет Тихановский своей жизнью, при этом есть огромное количество, вы просто не представляете, какое количество белорусов, которые хотели бы, которые хотели бы тренироваться, которые хотели бы объединяться. Я хотел у вас спросить, вот эта идея про формирование отдельного какого-то полка, условно говоря, полка в Польше, кого вы видите в рядах этого полка, что это за люди? Это те, кто будет приезжать из Беларуси, те, кто живет в Польше. Я вот, например, не знаю ни одного из, там, кучи, не знаю, там, возьмем 30 человек, моих знакомых в Варшаве, ну, вряд ли кто-то там поедет тренироваться. А вы всех находите этих людей, да? На сегодняшний день в одной только белостокской хоругве из реально тренирующихся человек, это как минимум 50 те, которые серьезно работают, занимаются. Это только белостокская, и это с учетом того, что нет практически никакого финансирования, нет никакой организации, просто ребята сами практически приходят, это 50 человек. Один белосток, 50 человек. Вот вам пример, как это работает без административных каких-то функций, без информационной поддержки. Просто люди за счет самоорганизации. Огромное количество людей, добровольцев приезжает из Украины. По разным причинам. У кого-то личные причины, кто-то разочаровался, у кого-то там ранения, ПТСР и прочее, прочее. Это люди, у которых есть боевой опыт. Это люди, которые хотят что-то делать, хотят тренироваться, объединяться. Коллеги, давайте так. Мы же все прекрасно понимаем, что мы находимся в европейской юрисдикции. Никто тут не собирается идти к полякам, дайте нам танк, мы поедем через забор. Мы все это понимаем. Но имея ресурс, человеческий ресурс, не задействовать его просто как альтернативный сценарий, как возможный сценарий, я просто не понимаю. Это абсурдно. У тебя есть люди, у тебя есть возможность. В целом тут ни поляки, ни литовцы категорично не имеют ничего против этого, и мы этот ресурс просто не задействуем. И я не понимаю просто почему. А что не так с полком Калиновского? С полком Калиновского? Почему нельзя... С полком все-таки, правильно, да? Почему бы весь этот ресурс не направить на помощь уже существующей структуре, уже существующему полку? И зачем множить сущности? Не совсем понимаешь, что не так? Полк это воюющий полк. Полк это то, что происходит в Украине. Это украинская история. Мы говорим сейчас про десятки тысяч белорусов, которые живут на территории Европейского Союза. Далеко не все туда хотят ехать, в полк Калиновского и вообще на войну украинскую, потому что одна из ключевых причин, честно говоря, не все видят в этом белорусскую историю, белорусский сценарий. Но это довольно любопытно, потому что вы говорите о создании боевого подразделения, и при этом не все хотят ехать на войну. Это как-то немножко звучит странно. А для чего это будет? А для чего боевое подразделение? Чтобы пугать фотографиями? Вы понимаете, что вы посмотрите на карту геополитическую и посмотрите, какие страны сейчас там воюют. Там воюют страны Российская Федерация и воюет Украина. Вы там видите на этой карте одного из акторов, одного из субъектов войны, страну под названием Республика Беларусь. Вы ее видите? Конечно. Вы ее не видите? Почему мы не видим? Идет война между Россией и Украиной. И вы спрашиваете, почему? Ну, де-факто-то вот и над Гомелем ракеты летают, и ничего. Ну, слушайте, это в начале войны было. На сегодняшний день этого нет. Да вот, вчера пролетелось. С пятницы на субботу летят через... Ну, вот вы говорите, мы все взрослые люди и все-все понимаем. Беларусь ведет войну. Беларусь помогает российской оборонке. Беларусь предоставляет для размещения каких-то российских войск территорию. Да мы ведем войну. Ну, да, косвенно. Больша помогает Украине. Поляки не едут туда воевать. По вопросам, последний опрос, который тут глобальный проводили, 76% поляков не хотят в этом участвовать. Не смешивайте эти вещи. Люди не видят сейчас... Поляки не хотят дуду свергать, как бы. Дуда не терроризирует народ польский. Вот в чем дело. И из Польши ракеты не летели в Россию. Да, то есть вопрос в том, что, конечно, поляки не хотят, потому что они живут нормальной жизнью. Беларусы живут такой жизнью сегодня, что им хоть война, хоть черт лысый, только не Лукашенко. Поэтому они и в полк идут, и на войну за Украину, потому что они понимают, против какого зла они ведут борьбу. Ну, они понимают, что это коалиция зла Беларусь и Россия в политическом руководстве. Это же, ну, вот, да. Смотрите, вы у меня спрашиваете сейчас за настроение беларусов. Мое субъективное мнение однозначно, что мы должны делать это единым фронтом. Я вам сейчас пытаюсь ответить на ваш вопрос, ответить за настроение тех беларусов, тысяч беларусов, которые не едут в Польшу. Я не могу уговаривать этих людей. Это взрослые... В Украину вы имели в виду, которые не едут в Украину. В Украину, да, простите, которые не едут в Украину. У них свое мировосприятие. Я пытаюсь вам объяснить позицию этих людей. Которые готовы тренироваться, готовы сражаться, но они не готовы участвовать в украинском конфликте. Потому что они считают, что в этом очень косвенно затронуты интересы людей. Я не говорю, правильное это мнение или неправильное. Я вам говорю об основании, которое приводят эти люди, почему они не едут. А как вам кажется, а вам как лично кажется, это правильное мнение или неправильное? Вот ваша просто личная позиция. Это из разряда, знаете, победителей не судят и смотря, чем это закончится. Теоретически, если развалится там эта парадигма кремлевская и исторически будет такой момент, что мы въедем в демократию просто как на санках. Ну, значит, все хорошо и все правильно происходит. Я не знаю, я не Ванга, не Нострадамус. Это мнение... Смотрите, вам не кажется, что это немножко, я сознательно сейчас буду дровишек порасывать, но тем не менее, что это немножко лицемерная позиция. Ну, это война Украины, ну что, мы хотим на территории НАТО. А зачем тогда тренируются? Нет, так я же тебе говорю, мы хотим на территории НАТО, чтобы в случае, если, допустим, вступают в войну Польша, Литва и так далее, ну, у нас бы... Мы как бы не за Украину, но мы с НАТО. Ну, как бы, знаете, так вот, такая немножко лицемерная позиция, там сейчас огонь, там сейчас бойня, мясо там сейчас. Ну, мы туда, потому что это же как бы за Украину. А мы, да, не, мы за Беларусь, все, но мы вот как бы на территории... Такая чуть-чуть лицемерная позиция. Вот война, если есть желание драться, пожалуйста, полк Калиновского. Ну, вот я вот этого не совсем как бы немножко не понимаю. Я не очень понял, в чем тут дровишки, в чем тут претензии, в чем тут лицемерие. Вы говорите с человеком, который только оттуда приехал. Не, я же не про вашу лицемерие говорю, я говорю о позиции. Вот вы объяснили, попытались объяснить позицию белорусов, которые хотят, допустим, сформировать какое-то подразделение в Польше, но при этом они не хотят ехать на войну в Украину. Вот о чем я говорю. Ну, если использовать вот эти оценочные критерии, вы знаете, у нас тогда в оппозиции, наверное, ни одного человека не будет, который на пенсии по воде уйдет. И у нас проблемы на национальном уровне с лицемерием. И, ну, вы хотите высокие эти экзистенциальные категории поднимать, но мы имеем то, что имеем. Имеем людей, имеем вот эту заинтересованность, вовлеченность. Ну, работаем в тех условиях, которые есть. Хотелось бы по-другому, да, хотелось бы, чтобы приехало туда 10 тысяч белорусов, чтобы весь мир помог, чтобы мы свалили эту кремлевскую сумасшедшую систему, чтобы Россия стала демократией, чтобы мы вернулись домой. Да, это все правильно, вы говорите все абсолютно верно, но имеем то, что имеем. Лицемерие это не лицемерие, но... Ну, окей, да, я вас услышал хорошо, тоже правильная позиция, безусловно, это правда. Факт, имеем то, что имеем. Ну, а что вы... То есть, вот коррекционный совет, возвращаясь к вопросу выборов, я так понимаю, что ваши кандидатуры, если следует из того, что вы сказали, это не... Это не конкуренция полку Калиновского, правильно? В коррекционном совете. Я вообще тебя скажу, я однозначно буду голосовать за Кабанчука, за его фракцию. И здесь так получилось, что у нас, по-моему, то ли в четырех, то ли в пяти фракциях представители полка Калиновского. И если бы полк Калиновского выступал единым фронтом, это было бы логично, это было бы круто. То, что получилось так, как получилось, это... Ну, опять-таки, возвращаясь, имеем то, что имеем. Поэтому какая альтернатива полку Калиновскому? Его надо сохранять, укреплять и масштабировать этот бренд, чтобы он рос, а не конкуренцию выстраивать. Это самое топовое белорусское подразделение. Поэтому если бы ребята пошли оттуда одним фронтом, если бы за это время получилось сформировать и политическую платформу, на которую бы они пришли, и программу понятную, нормальную, на выстраивание коллаборации с демократическими силами, в том числе с офисом Тихановской, как бы это там кому-то нравится, не нравится, это наоборот бы был только плюс. Но получается пока что так, что получается. С другой стороны, есть в этом тоже маленький положительный момент, в том, что там в четырех, то ли в пяти фракциях, я знаю, там Настя, Север. Ну ладно, там разные люди идут в разных фракциях. Ну и как минимум в нескольких фракциях может получиться картинка, что есть как минимум пару человек, которые будут поддерживать эту тему и педалировать вопросы полка и вообще белорусских добровольцев. И на самом деле это тоже неплохо. Что-то у меня все равно, вот я не могу, не совсем понимаю. А вы спрашиваете тогда. Разбились, да, на фракции. Но для многих белорусов полк Калиновского единственная сила с оружием в руках, которая, грубо говоря, представляет Беларусь, и они на стороне добра. Да, они работают на ВСУ, это украинская армия, все понятно, но они белорусы, и это единственная сила с оружием, которая стоит на сегодняшний день на стороне добра. Ну это такое мнение белорусов, да. И потом, значит, вот сидят люди и смотрят, допустим, нас, им говорят, вот одна фракция, и туда ушел один Калиновец, вот вторая фракция. А из полка приходят к нам новости, что, значит, если ты участвуешь в выборах, то ты там должен до рядового себя, ну как бы тебя понижают до рядового. А вот вы, вот Максим Шабуцкий, который говорит, ну надо бы и в Польше что-то такое сделать. И человек, который смотрит на это все, он не понимает, подожди, да зачем вот это все вот это? Как что-то за диверсификация деятельности? Если есть люди с оружием, опытные бойцы, примыкай, помогай и допобеждай. Вот все равно не могу я этого понять. Вместе с белорусом, который нас сейчас смотрит. Пол Калиновского, это на самом деле очень и очень молодая структура, которая растет, и как и любая, это как молодая демократия, да, вот украинская, которая, она пытается стать демократией, там очень много есть аспектов нормального демократического правово-светского государства, но все равно некоторые вопросы еще решаются по старинке, по понятиям, там через кума и прочее, прочее. С полком Калиновского то же самое, эта организация растет, а кто-то уходит, кто-то приходит, она становится на ноги. Вы посмотрите, в каких сложных условиях приходится работать, вообще находиться в полку Калиновского, когда с одной стороны у тебя война, у тебя люди, которые воюют, они находятся постоянно в очень сложном психоэмоциональном состоянии, при этом полк понимает, что просто так, воюя, да, ты не отстоишь никакое мнение, никакую свою позицию, что нужно так или иначе выходить на политическую арену, нужно консолидировать усилия с демократическими силами. Не все в демократических силах хотят роста этого полка, плюс ситуация, которая происходит в Украине, плюс межведомственная конфронтация между там, Украиной, между ГУРом, СБУ и прочее, прочее, плюс огромное колоссальное давление со стороны и России, и Беларуси, и режима, и информационное давление, давление на родственников. И вот в этот антураж просто сумасшествия, безумия и взрывов, и вы хотите, чтобы при такой вот этот сеттинг, который окружает, вы хотите, чтобы при этих условиях все шло гладко, идеально, чтобы все собрались. Естественно, штормит, естественно, трясет, кто-то уходит, какие-то конфликты, но это процесс, тут внешняя конъюнктура такая, что при этом то, что полк не распался, не раскололся, и то, что там есть люди, которые все равно пытаются работать, это заслуживает уважения, а то, что тяжело, у нас здесь демократические силы, в которых никто не стреляет тут, никто не взрывает, и то вы посмотрите, конфликт за конфликтом, какие кейсы там, какие скандалы, распады байпола, это при этом, что по ним грады не стреляют, и вы посмотрите, как штормит. А полк Калиновского в тех условиях и то умудряется как-то работать. То, что происходят ошибки, я говорю всегда, когда мне вот такие претензии подобного рода, это, ну, не про нашу сейчас дискуссию, вообще, когда мне всегда претензии высказывают, я говорю всегда одно и то же. Ребята, не нравится, походите по рынку, найдите, где дешевле. Можете лучше, покажите, как это надо сделать лучше, без скандалов, консолидировано, как это можно сделать. Имеем то, что имеем. Он полк в очень сложных условиях, там давление и внутреннее, и внешнее со всех сторон, и то, что хотя бы такая работа идет, пять лет назад про такое мы и мечтать не могли, что где-то будут какие-то бренды белорусские, которые весь мир узнает. Но это сложная работа, и дай бог, что она вообще хотя бы делается. Но ваше твердое убеждение состоит в том, что Лукашенко никто никогда не свергнет без применения силы. Правильно я понимаю? Знаете, анекдот такой. Шрайбман с Чалом встречаются на улице. Чалый подходит и говорит, Артем, ты можешь объяснить, что за хрень в мире происходит? Шрайбман, да, говорит, элементарно, могу объяснить. Он говорит, не-не-не, объясните, я это и сам могу, ты мне скажи, что происходит. Вот это, знаете, из вопроса, как будет с Лукашенко, да я не знаю. Вы же видите, что траектории развития ситуации сейчас, они непредсказуемые. Мы через месяц можем получить демократическую Россию, можем получить третью мировую ядерную войну. Я не знаю, я не хочу вот эти сценарии, траектории. Здесь ни один аналитик, ни одна консалтинговая компания, ни один обозреватель, политолог, здесь никто не предскажет. Надо работать, надо что-то делать, это я точно знаю. Просто надо поднимать задницу с дивана и пытаться что-то делать. Как оно будет? Есть ряд таких у нас людей, аналитиков, обозревателей, у них спрашивайте, как оно будет, они это точно знают. Я не знаю, как будет развиваться сценарий. Я знаю точно, что что-то надо просто делать с этим. Но надо делать именно, вы же... Если что-то делать, то наращивать силу, если я правильно понял вашу политическую программу. Либо я неправильно понял ваш вопрос, либо мы не поняли друг друга. У вас был вопрос в целом развития траектории сценария, как это может развиваться? Как вы считаете... То есть, как вы считаете... Не как вы считаете, скорее, есть ли у вас убежденность, убеждение в том, что Лукашенко можно свергнуть только силой? Или... Нет, это тот случай, когда... Ну, простите уж за метафору, потому что, честно говоря, эти вопросы в какой-то момент, ну, моей работы, да, где-то там уже какой-то отрезок прошел, каденция, когда эти вопросы уже немножко... Ничего против вас не имеют, но вызывают такой немножко, знаете, раздражительный аспект. Тут как с контрацептивом. Его лучше иметь, чем его не иметь. Если у тебя есть возможность иметь белорусскую армию и в переговорах с диктатором иметь такой аргумент, то лучше, да, его иметь. Лучше иметь подразделения, лучше иметь людей готовых. В критический момент на площади, где-то там, одно маленькое подразделение, там, в 50-70 человек они могут исторически совершить, перевернуть в страну, могут повернуть в нужном направлении. Поэтому вопрос, иметь или не иметь такие подразделения и силовой ресурс, однозначно иметь. Стоит ли педальбировать, инициировать гражданскую войну, устраивать бойню? Нет, я не сторонник. Нужно ли иметь подразделение? Нужно. Готовиться ли нужно? Нужно. Нужны планы, нужны протоколы, нужны различные сценарии, которые уже проработаны, отработаны. Потому что как ситуация была, когда поход Пригожина был, вот этот вояж. Это даже в полку Калиновского это сумасшествие было, никто не понимает, чего делать, там, какие-то обращения, куда. Так это боевое подразделение, а на уровне людей нет никакого ни плана, ни протокола, ни сценария. Хоть они должны быть разработаны, их должно быть 10 штук, они просто лежать должны. Пускай они никогда не пригодятся, да ради бога, отлично. Потом сожжем, посмеемся или в музей новой истории отправим. Но нужно это делать, мое мнение, однозначно. Ну вот вы, собственно, дали ответ, исчерпывающий на мой вопрос, да. Да, кстати, насчет похода Пригожина, у нас Кабанчук был, Вадим, в тот же день в эфире, я помню, как его глаза горели. Да. Он вышел в эфир, он аж светился от какой-то радости, он говорит, ну вот, вот, началось. Ну, выясняется, что не началось. Ну, я слушал, слушал экспертов американских, там, представителей натовских, у них глаза не светились, потому что, как ни крути, огромный ядерный потенциал в этой стране, огромный ядерный запас, ряда ядерная, и такие вещи, они, честно говоря, с той стороны и за океаном немножко это все напрягало. Ну, это так, я от себя ремарку просто маленькую. Ну, да, да, понимаю. Хорошо, давайте тогда вернемся к вопросу создания вот такой силы здесь, в Польше. Это, ну, мы знаем, что калиновцы, это подразделение ВСУ. ГУРА. 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 Да, так или иначе, это Украина, да, так или иначе, это Украина. Что здесь в Польше, как вы юридически видите оформление такого полка, батальона, не знаю? Ну, это однозначно изменение, как мне сказал вот этот отставник, это изменение в законодательстве. У них там есть какая-то лазейка, там он призывал, мне показывал ссылку на закон, ну, простите, для меня, я по-польски знаю на сегодняшний день три слова, там, день добра и курва, и поэтому это издержки перевода. И он мне отдавал отсылку на законодательство, у них есть эта лазейка, но какие-то изменения нужно будет все равно проносить. А говорить, как это будет юридически, я не настолько, я честно скажу, я не настолько компетентный специалист, ну, в юридических тонкостях польского законодательства. И нормативно-правые акты польские, я хоть юрист по образованию, но я не очень хорошо в этом разбираюсь. Это немножко другая страна, поэтому, честно, я не знаю, как это будет выглядеть. Ну, вам не кажется, что это ключевой вопрос на сегодняшний день? И первый? Нет? Ну, это ключевой вопрос, это первый, и я вам, глядя в глаза, честно отвечу, я не знаю, как это будет выглядеть. Я не хочу вам врать, я не хочу уходить от этого вопроса, там, витивата, вот это вот, использовать всякие там приемы, вот эти, софистика, эристика, рапулистика. Я вам честно скажу, я не знаю, как это будет выглядеть. Мы будем это пробовать делать, будем использовать весь потенциал, который у нас будет, но как это будет выглядеть, я не знаю. Хорошо, давайте перейдем немножко, ну, тут, собственно, с этим все понятно, ну, не все понятно, но более-менее разобрались, позицию вашу услышали. Давайте перейдем к тому, что происходит в нашей стране. Я, ну, в Беларуси я имею в виду. Я хотел бы узнать ваше мнение, вот мы сегодня с Ярославом Романчуком, с экономистом говорили, по поводу ВНС и всей этой истории, и цитировали мы Валерия Карбалевича, который сказал следующее, значит, напомнила ему вся эта история, вот Лукашенко на трибуне, тот период, когда на трибуны выходил больной Брежнев, и все хвалили его за то, какой он выдающийся государственный деятель. Вот, то есть, грубо говоря, это, ну, как-то, знаете, инстинктивное ощущение заката своего собственного, и поэтому, поскольку вот что-то народ как-то не сильно хвалит, вот ему надо что-то такое было сделать, чтобы его хвалили, ну, потому что уже закат. Вам не кажется, что вот это ВНС, вот все, что произошло за эти два дня, все, что мы видели, что это, ну, все-таки немножко такой естественный закат человека по фамилии Лукашенко? Я думаю, однозначно, и я думаю, на уровне личностного восприятия Александра Григорьевича, мне кажется, зачатки вот этого восприятия были положены во время его приезда на МЗКТ, там, где рабочие. Ну, я уверен, что он субъективно позиционировал этот класс как свой ядерный электорат, это люди, ради которых он все сделал, построил заводы, дал чарку-шкварку. Я думаю, вот с этого момента по нем было видно вот эта неуверенность, он был фраппирован просто вот этими криками, ну, его ядерный электорат, и просто кричит то, что он, ну, в эфире я не буду воспроизводить, вы поняли. И с этого момента, да, я думаю, отсюда у него и риторика, это агрессивная, это просто неуверенность и непонимание, самое главное, внутреннее непонимание выхода из этого сценария, как из этого можно выйти. И если это в НС на начальном этапе, изначально, мне кажется, генезис этой идеи была калька с казахского там сценария, то сейчас он понимает, что просто это уже не сработает. И с учетом геополитической конъюнктуры, с учетом раскладки, с учетом российской вот этой агрессии, и с учетом позиции западной, когда не получается там никак сделать то, что у него раньше получалось стать вот этим миротворцем условным, я думаю, где-то внутри он, да, он понимает, что это проблемы. И я думаю, он, бог с ним там в НС, бог с ним там какие-то члены семьи, там помощники, я думаю, в первую очередь он сам для себя не может ответить на вопрос, как вообще из этого можно выйти в целом, ну, внутренне, поэтому у него такая риторика агрессивная, это, ну, это чистой воды психология, когда ты чувствуешь неуверенность, когда ты начинаешь агрессировать, и за счет этого твое эмоциональное состояние тебе же самому придает уверенности. Ну, я не Фрейд, но это примерно так психологи объясняли, и я думаю, это защитная просто реакция его риторика. Да, это однозначно, это исторический эволюционный период идет, это режим, это не Советский Союз, которому было хотя бы хоть что-то предложить, там, мы первые в космосе, первая атомная станция, первый ледокол, наши лучшие в хоккее, и далее, далее, там была хоть какая-то платформа, на тот момент вот эта коммунистическая парадигма, она еще хоть как-то работала, было, что здесь нечего предложить, провал по всем фронтам, нету ни ресурсов, ни внутренних, ни внешних. Людей на миллионы, демографическая проблема, белорусов меньше, поэтому, да, это катастрофа, то, что происходит. Зарплата больше, вот слова с ФНС, зарплата в 10 раз больше реальная, чем в 90-е, мирное небо над головой, ну как же нечего предложить, смотрите, сколько всего, какой товар. У нас есть космонавт, у нас есть заводы, которые сохранили, не дали разворовать. Это искусственные нарративы, искусственные кейсы, и если мы говорим про его внутреннее ощущение, мне кажется, это визуально просто чувствуется, что он уже сам где-то в глубине души в это просто не верит. Он говорит, слушайте, он политик, он 30 лет у власти, конечно, он будет говорить. Он останется один в этом дворце, он будет говорить то же самое. Но это правила игры, это борьбы за власть, мир Дарвина, там, как в «Игре престолов», или погибаешь, или побеждаешь. Поэтому есть свои правила игры, поэтому то, что он говорит, это говорит, но по нему, визуально, по его риторике, по его пантомимике, по его вот этим кадровым сумасшедшим каким-то ротациям, но ведь чувствуется, что у него нет уверенности, как он себя уверенно чувствовал после выборов 15-го года, 10-го даже года. Этого нет, поэтому да, я думаю, что это эволюционный процесс, он умирает, и он умрет. Это однозначно, это диктатура, этот режим. Да, ну вот интересно ваша мысль про психологическую защиту, да, когда у тебя какой-то страх, и ты начинаешь, грубо говоря, повышать голос. Он же, не знаю, обратили вы на это внимание или нет, но за последний месяц он заругал всех. И людей, которые не хотят скидываться на дороги, он заругал врачей, которые зажирели, да, на белорусских зарплатах. Да, студентов. Он заругал студентов, он заругал... То есть он прошелся по каждой категории населения, я уже не говорю об ЭПшниках этих несчастных, тут он прям делом доказывает. И в конце концов, как бы, вишенкой на торте стали его рассуждения о силовиках. Помните, на прошлой неделе он говорит, ну что это вы, уходите на пенсию и сидите. А могли бы поработать. А могли бы и поработать. То есть это прям, ну да, как говорится, палец куда не ткни, везде больно, палец сломан. Человеку больно, и человек вот прям на всех это сам. Ну ладно, это такая тема. На этих выходных киберпартизаны заявили, что получили доступ к 40 тысячам обращений на сайте КГБ за 9 лет. Доносы, которые чекистам отправляли через портал с сентября 14 по августу 23 год. Да, Лукашенко плохой. Но кто-то написал 40 тысяч доносов. А как вам кажется, вот давайте попробуем оценить, 40 тысяч доносов за 9 лет в КГБ, это много или мало? Для такой страны, как Беларусь. Давайте начнем с того, что вот эти вот оценочные критерии, когда измеряют температуру в среднем по больнице. Я никогда не был сторонником, если мы не говорим про какие-то там экономические, финансовые категории. Каждый человек индивидуален. Много это или мало? Здесь вот сейчас в Польше я эту тему поднимаю с поляками. Так получилось, меня познакомили с очень интересными людьми, стоящими от солидарности. И вот эти темы мы как раз поднимали доносов. И знаете, что поляки говорят? Максим говорит, мы и вы, и мы, мы выходцы из этого социалистического блока. И вот это вот доносить на соседа, в нас это на протяжении 100 лет практически. В нас впитывали это с молоком матери, что это нормально донести. И отголоски вот этого, он говорит, у нас сейчас в Польше, это, говорит, порой происходит, когда там сосед через забор соседа смотрит. Но при этом вы посмотрите, как это живет страна, какие дороги, какие мосты для животных. И как это все функционирует. Поэтому много это или мало? Я не думаю, что это проблема. И я бы рассматривал этот вопрос не через призму того, что там какие-то допросы. Потому что я человек, который, знаете, получает письма. Я иногда, если бы я, знаете, на основе этих писем пытался как-то оценивать белорусское общество, то я бы, наверное, уже ислам принял, честное слово, и уехал бы. Потому что мне порой такое пишут. Это непоказательно. Тем более еще непонятно, не дублируются ли эти допросы. Насколько они уникальны. Ну, с точки зрения адресата, да. Может, это один человек там по 10 писал. Ну, как это считается. Я бы здесь вообще, честно, коллеги, я бы обратил внимание на другое, что это, как это киберпартизаны сделали. И на уровень компетенции вот тех органов, которые позиционируют себя как гарант государственной безопасности. Да, семантика, сама вот КГБ аббревиатура государственная безопасность. И с вашего сайта вскрывают, я не знаю, как можно больше расписаться в своей некомпетентности. И то, что эти процессы идут. И то, что уровень квалификации сотрудников, я еще со времен своих следственных органов, у нас даже в следственных органах, когда я работал, там даже базовые правовые категории, это было что-то абстрактное. И вот с каждым годом эта планка, она все ниже, ниже, ниже. Если, казалось бы, вот этот тоталитарный флагман, да, вот флагман террора КГБ, на котором все держится, есть ли там такой провал? И это при том, что уже с 20-го года было понятно, что работают какие-то киберпартизаны, что вскрывают там вот эти, помните, переговоры Эйсман там и прочее, прочее. Уже понятно, что против тебя работают, и вы все равно не смогли просто сохранить свой сайт государственной безопасности. Это вот... Ну, видите, Максим, вот вы, ну как, ну люди, знаете как, ну невозможно, ну невозможно, ну предотвратили атаку беспилотников из Литвы. А вы говорите про какой-то сайт. Беспилотники из Литвы вылетали, атака предотвращена. Ну, а вы говорите, расписались в собственной некомпетентности. Ну что же вы... Вон Тертель говорит, мы предотвратили атаку беспилотников. Клин беспилотников в тело. Что не так? Да. Молодцы киберпартизаны, отдельно хочу сказать, просто фейерическая работа, классная работа здесь добавить. Здесь про... Я даже не знаю, что тут про КГБ сказать. Ну вы красиво ответите. Я вам говорю, прокомментируйте мне Тертеля, а вы сказали мне, это замечательно, по-моему. Я не... Я прокомментирую. Так как Поздняк нам ответил, когда-то, да, мы ему задали похожий вопрос. Он сказал, вы хотите, чтобы я это... Я не разумею, вы хотите, чтобы я это прокомментировал? Че что? Ну, это было текло. Нет, ну я только юмора... Ну вы же понимаете, да, что мы, о чем мы говорим, и почему мы только юмора себе позволяем. В общем, да. Все все понимают. Знаете, как бывшему силовику, я... Это уже такой вопрос, не знаю, как угодно. Самоутешение, не самоутешение. Но я обязан вот вам его задать. По ощущениям, хотя я понимаю всю бессмысленность и тупость этого вопроса, но по ощущениям, там, в этих структурах... Вот как Толерчик нам рассказывал, он говорит, мы сидели и ждали, когда народ зайдет к нам в прокуратуру. Мы сидели и ждали. По ощущениям, прав Сахасчик, когда говорит, что там полно людей в силовых структурах, с которыми возможен нормальный диалог? Или там уже, вот по вашим ощущениям, или там зомбированных прям критическое общество? Здесь важно определиться просто нам с вами, где у нас точка отсчета, где границы вот эти моральные, нравственные, этические, что мы берем за основу, потому что, ну, вот это оценочные критерии, вот это точка отсчета, система координат личностной, это принципиальный момент в этом вопросе, потому что говорить с точки зрения выполнения своих обязанностей, говорить о том, что там все, ну, простите уж, дегенераты, дебилы и садисты, нет, это не так. Там есть люди, которые выполняют работу, а там очень искусственно построена вот эта финансовая кабала, в которую попадают сотрудники и военные, особенно сейчас, после окончания там академии, когда там и выплаты, и контрактные, и это огромная-огромная финансовая, кто-то вынужден, у кого-то семьи. И я скажу честно, находясь внутри этой системы, будучи элементом, на самом деле нужен огромный внутренний потенциал, не то чтобы для того, чтобы противодействовать этой системе, а просто для того, чтобы уйти оттуда, потому что это сложно, это механизм, это государственный механизм, который заточен на подавлении личности, и это происходит с первого дня. Куда бы ты ни попадал, это казарма, это учебка, это академия МВД, это в любой вот этой военизированной структуре, учебном заведении, с первого дня тебя учат, ты никто. Есть приказ, есть начальник, ты никто. И когда этот процесс происходит, ну мы же люди, социум, мы же понимаем, как это на нас влияет, и трансформация личности, она в любом случае происходит, даже если мы этого не замечаем, и месяц, два, три, год, два, и с каждым разом людям все сложнее и сложнее принимать решение. Я на сегодняшний день скажу, что в силовых структурах достаточно хороших специалистов, компетентных, которые просто заставили себя абстрагироваться от того, что происходит, и убедили себя в том, что они просто не могут повлиять на эту ситуацию. А вы поддерживаете с кем-то из них отношения? Я не хочу отвечать. Больших, на уровне личности есть момент, но на уровне каких-то профессиональных, разведывательных, нет, я не буду даже врать, этого нет. На личностном уровне есть, на уровне какой-то информации, разведка, контрразведка, нет, этого нет. Нет, ну на личностном уровне тоже интересно. Ну я бы тоже так ответила. Я ответила. Спасибо. Вы мне в следующий раз подсказываете, как мне надо. Хорошо. А то я просто испортил телефон. Хорошо. Спасибо вам. Тут последний вопрос из чата. Ну просто он такой в догонку к теме создания боевого подразделения территории Польши. Так а кто будет финансировать? Где возьмем деньги? Спрашивает человек. Финансировать? Здесь есть два момента. Здесь есть два направления работы. Первое, это будет автономное просто подразделение, которое будет на добровольческих началах. Второе направление, которое, ради чего я поехал к этому польскому отставнику, это мы хотим сделать точно так же, как происходит в Украине. Польское подразделение, белорусское подразделение в составе сухопутных войск Польши или в составе страж граничного с преувеличением охраны государственной границы. Но он сказал, что поляки на это вряд ли пойдут, потому что границы это более такой скользкий, более политический вопрос. А если это будет создание в структурное подразделение сухопутных войск, тот же соцпакет, это польское государство, если это получится. Хорошо, Максим, спасибо за разговор. Желаем вам удачи. И приходите еще. Спасибо большое. Все, коллеги, хорошо. Огромное спасибо, удачи. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»